Еще пару лет назад Комитет лесного хозяйства Московской области по распоряжению губернатора передал лесопарковую зону от стадиона Металлург до больницы в пользование Центральному парку культуры и отдыха города Видное. Территория более 250 гектаров. Для того, чтобы мы имели право официально зайти в лес и начать работы по исполнению давней мечты. Давней мечты наших горожан – создание лыжной трассы. За эти годы, пока мы делали проект, произошли очень многие изменения в Московской области, в том числе уже другой взгляд правительства, губернатора, что заходя в лес, это не одна трасса, это уже комплексное благоустройство. Ведь запросы жителей растут. Сегодня люди воспринимают лес как парк, хотя это не совсем правильно. По закону в лесу не может быть многих объектов, которые могли бы установить в парке. Тем не менее, с учетом пожеланий населения найден компромисс. Создана концепция, утвержден проект. Две недели назад на территории леса за стадионом Металлург начались строительные работы. Все действия администрации Ленинского городского округа контролирует Министерство благоустройства Московской области. Делается обследование. Очень много есть таких моментов, когда реально уже деревья упали давно. От урагана еще расчистить надо, и все, посадить новые. То есть это огромное хозяйство. Где-то переходы, где-то мости, где-то тротуар. Вот у больницы сделали, всем нравится. Вот освещение. Это надо везде делать. Но надо не забывать, что это природа, это лес. И в лесу надо вести себя соответственно. Помимо лыжной трассы длиной в 3 километра, здесь будет установлено освещение, чтобы пользоваться объектом и в вечернее время. Создадут лыжную базу с прокатом и раздевалками, уборные, буфет, детскую площадку и скамейки с урнами. Воспользоваться этими благами смогут все желающие. Контракт исполнения 90 дней. У нас уже прошло с вами 15 дней. После подписания, соответственно, мы планируем в октябре месяце уже, в принципе, сдать объект. И зимой, и, соответственно, к зиме мы уже будем полностью готовы. Пользоваться трассой можно будет круглогодично. Ширина будущей лыжни 4 метра. Будет сделан круг 400 метров, да, где, может быть, дети просто учатся кататься по этому кругу. И они, соответственно, уходят. У нас с вами, получается, трасса, она идет вдоль гаражей центральной улицы. Потом уходит наверх до границ совхоза имени Ленина, уходит в обратную сторону. Там есть два спуска подъема. Возвращается образа к совхозу. И возвращаемся сюда на финиш. Деньги на строительство лыжной трассы в размере 39 миллионов рублей выделены из бюджета Московской области в рамках губернаторской программы. Софинансируется проект муниципалитетом. Это лишь первая очередь благоустройства. В планах у руководства округа продолжить создавать в лесопарке комфортную для отдыха горожан среду. Юлия Пагасян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.